И снова здравствуйте, а это обзор моей посылки по меняшке от Насти Зарецкой. Однажды она написала мне вконтакте, что смотрит мой канал и хотела бы со мной поменяться. В общем, и мы довольно быстро с ней договорились, правда, было условие, что я посылаю ей что-то такое, что она не знает. Но меня немножко это как-то смутило, потому что, ну, фиг знает, подойдет человеку, не подойдет. И она мне сфоткала то, что она посылает мне, но я не должна была ей говорить, что посылаю я. Я там разобралась в своем барахле, в общем, ссылка под видео будет на ее канал и ссылка на видео, в самом видео я постараюсь ставить опять этой буковкой, и на то видео, где она делала обзор на мою посылку. Моя посылка к ней пришла довольно быстро, а моя, как обычно, по Москве поблудилась, видать, с московской почтой, и моим адресом у них какая-то несостыковка с этой почтой России, и они, наверное, воспринимают мой адрес как Бермудский треугольник. Ну, да не суть. В общем, тут пришло такие три, это в почтовом пакете, три такие красивые, хорошие коробочки. Я их уже распотронила от фигни, которая их заклеила, ну, чтобы они не раздолбались. Вот такая вот коробочка. Я подозреваю, что я, конечно, ногами показала. А сейчас я буду показывать еще содержимое. Вот такая коробочка. На самом деле, я однажды чуть было не заказала этот Космо Бьюти Бокс, спинка моего товарища, тот самый Дима, года два назад. Ну, он мне его что-то так рекламил усиленно, не то, чтобы он там пользовался. Ну, в общем, суть такая, что что-то я не знаю, то ли там как-то надо было минимальное на 6 месяцев, то ли еще что-то, то ли мне куда-то надо было уезжать. В общем, что-то у меня с ними не состыковалось, то ли я подписалась, у меня регистрация не прошла. Ну, в общем, коробку я тут вижу уже вживую такую. И вот такая еще от подружки. Магазин. Я знаю, что в Москве такая сеть есть подружек, я там, мне кажется, не была вообще в этой подружке, я не знаю, может, в Ярике она есть, я там была с Аленкой, но не помню. Но у меня есть подруга, она раньше жила в Москве, сейчас в Подольске, вряд ли она смотрит YouTube. И вообще не знаю, может, она даже не в курсе, что я веду канал, хотя она у меня есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках, мы с ней общаемся периодически, даже в СМС. Она рассказывала мне, рекламировала эту подружку. В общем, начну я, пожалуй, с розовой коробочки, обзорчик, вот с этой вот, ой, люблю всякие коробочки. Эта коробочка не пойдет под мусор, может, в нее что-то сложится. В общем, я жалуюсь как-то в видео, наверное, или еще где-то, что у меня, вот я хоть мыло занимаюсь, но вот раз у меня мыло нету. Я сейчас не померить, я домыливаю мыло, которым у меня бабуся иногда ручки мыло, потому что оно мое, хоть и юзало, но почему-то считаю, что бы я не готовила, не делала, это вообще не кошельно. В общем, мыло Камэ, я вообще на самом деле очень люблю Камэ. Не знаю, вот как это, вот, методом цыка, человек угадал. В общем, для нежной кожи с ароматом алоэ, туалетное твердое мыло, притягательная нежность. Я раньше очень часто покупала Сакамэ, даже один раз покупала карцегель для душа. В общем, 90 грамм, вот такое вот мыло. Я его сегодня распакую, одно из них, потому что тут и два, и заюзаю. И второе мыло клубника со сливками, для нежной кожи, туалетное мыло. В общем, вот такое вот, тоже 90 грамм. Какой-нибудь из них я сегодня точно заюзаю. Так, потом, какая-то классная коробочка золотенькая. Сейчас мы узнаем, что в ней. О, вообще бижутерию не очень, но некоторые вещи, вот, допустим, как вот эти бусики с Наташей я ношу. Тут красивое такое колечко, с эти, я не знаю, тразики, не тразики, но, в общем, довольно такое прикольное. Это бижутерия, наверное, да? Хоть я и понимаю, что там в металлах, и таскаю серебро, но, в общем, она довольно красивая. Я сейчас его нацеплю, вот, чисто для обзора. Летом, так сказать, самое то, вот, такие вот вещи, вот, допустим, это кольцо, это исключительно летом, так сказать, потому что зимой оно за все зацепляется. И вообще она такая журная, именно для этого. Такая классная коробочка золотенькая. Так, золото-серебро. Большое спасибо. Так, лак. Арома ред. Красный ароматный, космополинный, тенны. Во. Ой. Фиг, откроешь. О, я открыла его. Прикольный такой. В общем, я его сейчас тестировать не буду на руках, но в каком-нибудь видео, может, запишу и сделаю. Или просто обозрю, если захочется вам. Или пустых баночках какая-нибудь расскажу, или просто засниму и веду с этим лаком на ногтях, и скажу, что вот этот лак вот от Насти. Такс. Бляжу через две недели. Никогда не пользовалась отбеливающей фигнёй. Большое спасибо за возможность её заюзать. Такс. У меня такое сумбурное видео, что мне сейчас уже кажется, что я начала записывать и не сказала вообще, с кем я менялась. Кажется, я вроде говорила. Так, мосфильм. Какая-то фигня. Это, я так понимаю, по-моему, это магнитик. У меня сейчас нет ничего тут рядом под рукой железного. В общем, прикольная такая хрень. Мосфильм. Такой этот, древний Советский Союз. Так. Кажется, это блеск для губ. Да, блеск для губ. Жан-Мишель, если я правильно поняла, 14 мл розовый. Он запакованный. Я не буду пока делать сводч. Ну, если вам интересно, то потом, может, сделаю. Или там в каком-нибудь отдельном видео тоже. Тут тоже этот блеск для губ. Морей. Морей косметик или что-то такое. Инфинити Шайн. 10 мл. Даже состав есть на русском. Вот. Я подписываю потом. Я, в принципе, могу потом просто записать то, что вот именно часть косметики. И как она мне подошла, а не подошла. Отдельное видео, если кому-то интересно, то можете оставить комментарий. Или можно договоримся с Настей. И я отдельное видео сделаю именно на эту косметику. Как она мне подошла, а не подошла. Понравилась, не понравилась. Ух ты, мелкие тюбики брендомета. Впервые в жизни вообще такие вижу. Очень удобная. Вот как раз в Белоруссию поеду с 21 по 25. И мне даже не придется покупать зубную пасту. Большое спасибо, Настя. Ты просто чудо. Вообще, честно, первый раз вижу такие. Я так поняла, что это, видимо, вот в этих посудочках бывают, где вот эти маленькие, типа, пробнички. Очень классно. В общем, мне есть что взять с собой, если я куда-нибудь поеду. Больше, чем на 1 сутки. А вот это вообще супер, вот эти дужки. Я буквально за день, наверное, как мы с ней списались в ВКонтакте, с Настей, с Женькой мы были на левом, и там был какой-то набор, но в магазине у них. Вот с такими, именно вот такие дужки. Но они не принимали карту, у меня в наличке вообще что-то было, только буквально на автобусном маршрутку. В общем, классно. Сейчас я их, вот их я сейчас вскрою. Их, доставайтесь. Правда, на мне сейчас Элизабет Арден Грин Ти, но я думаю, ничего такого не будет, если я их тоже преснула. Чем-то вкусным. В общем, вкусным. Ой, оно на меня плилось. Я выпреснула в коробочку, оно плилось на меня. Теперь у меня будет и зеленый чай, и черри, вишенка. Такой маленький миниатюрный флакончик, он мне очень нравится. Большое спасибо. Ой, я распотронила эту коробочку. Ладно, это все сюда пойдет. Тут что-то такое, насколько я помню по фотке, для ногтей. Экклюзивное масло для регенерации ногтей и кутикулы. 8 проблем, 8 в 1. 8 проблем поврежденных ногтей, одно решение. В общем, классно, очень большое спасибо. Я его буду юзать. У меня когда-то, когда ногти стали расти, и не поверите мне, в 2010 году, до 2010 года у меня ногти хреново росли на руках, он очень хорошо на ногах. Сейчас, по-моему, одновременно и там и там нормально. Но я в 2010-м заболела ветранкой. Всех нормальных детей, точнее, все родители наши, все дети обычно переболивают, да, вот это в детстве. А у меня родители решили отсюда эвакуировать или как-то так. Ну, короче говоря, они переболели в детстве, я переболела в 2010 году. Три недели с температурища, и я просыпаюсь на следующие сутки от того, что у меня ногти вымахали где-то на сантиметр, и у меня так больно, что-то, больно, что-то. И они у меня первые полтора года дико росли вообще, а потом я уже стала, ну, я вообще ничего не ела, никак не удобряла, ни кальций не ела, ничего. А потом стала уже пользоваться каким-то, у меня был какой-то голубой гель с кальцием, я не помню, то ли украинская какой-то марки, что-то такое, в общем. Ну, тоже вот по типу такого я им очень усиленно пользовалась. В общем, большое спасибо, теперь у меня есть такая штука, помимо той фигни лаковой от Алены, от Эйвен, забыла, что она там делает. Ну, тоже что-то для ногтей, так, одну коробочку мы распотронили. Так, иди-ка сюда, вторая коробочка, такая красивенькая, интересненькая. Так, и что у нас тут есть? Ух ты, я ей посылала розочки. У меня вообще есть набор такой, ну, я когда-то сразу в автомагазине купила разных розочек, я от них не коплюсь, делаю в ванну, скидаю буквально там 2-3 бутончика и крутая пена. Ну, у нас сейчас воды горячие до 10 июля включительно нет, но они у меня будут содержать, и я их потом, конечно же, заю. Огромное спасибо, я их так люблю, вот такие розочки. Я, кажется, даже в ВКонтакте где-то там писалось, на страничке в информажке, типа эти мыльные лепестки роз, ну, типа чё зарить Лёля, да, вот так, в таком духе. Так, какая-то прикольная штучка, по-моему, это чай, по-моему, это чай, по-моему, это чай в голубом пакетике. Я очень дико плюсь от этих пакетиков, у меня раньше было их очень много, там от фрошек, когда фигня всё приходило в подарок, ещё что-то. Я помню, очень любила там это, своей знакомой, которую сегодня встретила как раз Екатерина Михайловна, она не смотрит видео, она, думаю, даже не знает то, чем я занимаюсь, именно вот этим вот обзорами. И, короче, я всегда дарила какие-нибудь маленькие такие подарочки, именно вот в таких пакетиках, как я просит них. У меня эти третий пакетик, у меня два пакетика там, по-моему, от Натальи ещё, ну, в общем, где-то они у меня там лежат. Чайчик, чайнос, судя по тому, как он выглядит, скорее всего, это какой-то лун, большое спасибо. Так, это платочки, хаппи, с черепашкой, прикольно. Ага, номинальное количество, 10 штук. Платочки гигиенические, клёво было, буду таскать сумочки, периодически покупаю, потому что стабильно забываю где-нибудь свой носовой платочек. Так, тут что-то такое красивое, что это у нас такое красивое, с этой самой, забыла, как её зовут. Вообще, я раньше в детстве пёрлась по этим мультикам, я думаю, много кто в детстве пёрлся по этим мультикам. Ручка, ух ты, это, наверное, намёк на то, что у меня зелёная паста. Теперь у меня есть не зелёная паста. Спасибо большое, буду юзать с удовольствием. Так, давайте сюда. Так, ещё у нас тут что-то такое. Книзочка, записно-ношечка, блокнот, русский стиль. О, это тоже всегда надо. Я вот этот уже заюзала, от Наталии Скимбр. А вот этот тоже заюзаю. Блокнот с лишним не бывает, с розовой ленточкой. Чудно как. Вообще клёво. С мягкими листочками в клеточку. Огромное-огромное спасибо. Такой вот действительно русский стиль. Так, ой, блин, у меня всё падает, всё падает, всё падает. Так, какой-то промокод со скидкой. Соображу как и, наверное, заюзаю. Спасибо. О, это тот чай, который на фотке был. Конфуция, я вообще прусь от Конфуция, а Конфуция классный. У меня даже была сумочка с Конфуцием, такая, в ягодку заделывалась. Долго жила, потом порвалась. Потом три ситечка. Одно я подарила, одно у меня в деревне. Ух ты, у меня ситечка в деревне, если я вспомнила. И одно здесь. И ещё от Конфуция классный боба. А, нет, это у верблюда был боба. Конфуция тоже очень классный чай. Короче, у верблюда и Конфуция не классный. Если вы увидите или Конфуция, или у верблюда, обязательно покупайте. Это у нас жемчужина. Инь с жасмином. Пультовый, элитный, жасминовый чай 50 грамм. Многократное заваривание. Зелёный, китайский зелёный жасминовый чай. Байховый чай. Коллекция элитного чая. О. Заюзаем. Люблю я чай. Вообще, коробочка классная. Она и внутри такая. Рашка, рашка. Спасибо большое. Так, и последняя коробочка. Надо как-то разглепстить этот стол, чтобы у меня что-нибудь не упало. Это вот, это вот. Ой. Подружка рекоменде. Ой. А тут у нас чай. Чай, чай, чай. Чай, чай, чай. И ещё чай. Я показываю, я сама даже не смотрю, с чем он. И ещё два чая. Один. Молочный лун. Нахальный фрукт. Кстати, прикольный такой чай. Так, зелёный с мятой. Индийский Тевара. Вот этот первый раз вижу. Попробую. Спасибо. Сливовый, сливочный пуэр. Спасибо. У меня, кстати, где-то есть на разве сливочный пуэр. Я как-то его покупала, когда он у нас ещё не закрылся. Вот магазин чайный. И цветущий засмин. Так. Что-то у нас такое тут. 15 грамм. Fine Gold 999. Так, секс нам. По-моему, это шоколадка должна быть. То есть, это шоколадка. Конфетка. Слопаю я сегодня её. С чаем или с кофем, или ещё с чем-нибудь. Молаживающая маска Белитас на лосином молоке. Вот мясо лося я ела, а лосиное молоко ещё нигде не видела. Так. Ограничный белый пчелинный лоск. Лосиное молоко. Сахалинская шелковица. Радиола розовая. Попробую. 100 мл. Вообще, я знаю, что бабуся Агафья, она прикольная такая. У меня было когда-то мыло в Зармане. Я его юзала. Причём, с рекламой моей подружки Машки. Я вообще, раньше пользовала бабку Агафью. До того, как стала заниматься там и Фраше, и Иван, или Феда, и Гринмама, ещё чем-то там. Так. Вот эта штука. Крем для лица и тела. Солнцезащитный. Вот это вообще классно. Потому что один я крем свой Гринмамовский вволокла к Женьке на левой. О чём жалею. Потому что он тоже тут нужен, а к Женьке я редко сейчас езжу. Другой у меня в деревне, и теперь у меня будет третий крем. Спасибо большое. 200 мл. Заюзаем. К тому же ещё и лица и тела, получается. Такс. Новинками. Ух ты, у меня вторая такая вода. Про запас. Большое спасибо. Ту я чуть-чуть попробовала, но у меня сейчас ещё Аленкин не закончился. Вот этот вот. Теперь у меня просто это. Не надо запариваться по поводу делать или, так сказать, как его там, покупать мицеллярку. У меня теряет две мицеллярки. Огромное спасибо. Потому что у меня периодически они заканчиваются, и я еле покупаю про запас, а потом вообще забываю. Но стою, и, блин, нету. Чё делать? Так, Гималайя. Мне вообще очень понравилась вот эта фирма «Зубная паста». Я как-то покупала, причём увидела её случайно в фикс-прессе. Так. Слезающая фруктовая маска для нормальной сухой кожи. Заюзаем. Набокое очищение. Порезу, и спасибо. Ух ты. Если я ничего не путаю, это должны быть самопальные мылки. Хотя мы в этот раз с ней договорились. Я не знала, что она пошлёт обменяться ещё попутно нашими рукоделиями. Ну, в смысле, я ей там своё какое-то мыльное производство, искусство. И она мне что-нибудь в обмен. И всё тут у нас. Мерикей. Чё это такое? Крем. Крем для рук. 85 грамм. Заюзаю. Мерикей, я, кажется, пользовала только маленькую туалетную воду. Она мне очень нравилась. Спасибо большое. Вот такая вот у меня сумбурная посылка. Я надеюсь, у меня ещё запись там не закончилась. Ты иногда говоришь, 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 а оно всё заканчивается. Точнее, посылка-то не сумбурная, это я сумбурная. В общем, классная очень посылка. Я очень рада, что мы с тобой, вообще с тобой прикольно так общаться. Я рада, что тебе понравилась моя посылка. Мне очень понравилась твоя посылка. Я вообще давно не менялась ни с кем посылками. Ну, с Аленкой мы, конечно, встречаемся, меняемся подарками. Но именно посылками. Я вообще дико прусь от посылок Посылок получать Вообще буря эмоций Я очень-очень рада и довольна Эти все коробочки такие битком набитые Просто жуть И чай, и шоколадка, и вот эти мылки Обязательно сегодня какую-нибудь запробую И вообще всё-всё-всё-всё такое Даже ручка с блокнотиком Огромное спасибо, Настя Я очень рада, что мы с тобой познакомились И что мы с тобой рискнули так поменяться Так с промтом и быстро Оно мне тоже нравится Как родной влитой сидит Очень довольна Я думаю, что мы с тобой будем продолжать общаться Ну и обмениваться Ну и люди остальные, кто смотрел это видео Если вы досмотрели до конца и вам было на чём-то интересном, полезно Вы заразились положительными эмоциями Я очень рада И до новых встреч, пока